Девушки отдыхают Чарльз Коберн, Мэрилин Монро Еще рано, Кэрри В фильме Ховарда Холкса «Обезьянь и проделки» Авторы сценария Бен Хэкт, Чарльз Лидерер Композитор Ли Харлин Оператор-постановщик Милтон Кресснер Продюсер Сол Эс Сигал Режиссер Ховард Хоу Барнаби, ключ у тебя? Да Поищи его, дорогой Посмотри, вот в этом кармане Ты там его обычно прячешь Да, только не прячу Я кладу его туда, чтобы сразу найти Вот он Включи свет снаружи Выключи прихожей Закрой дверь Проверь ее Я пока заведу машину Понятно А, это ты? Заходи Барнаби Что? Мы же идем в ресторан А, да Мы так опоздаем Да Начнем все сначала Вот твой ключ Он в этом кармане Я его специально сюда кладу Теперь включи свет снаружи А в прихожей выключи И запри дверь Да Давай, дорогой Барнаби, ты задумался? А? Да-да Как-то тут темновато Да, так лучше О чем ты задумался? О сегодняшних опытах в лаборатории Они доказывают, что только 23% этого препарата усваивается Ах, вот оно что Ты понимаешь, что это означает? Это означает, что 73% абсолютно бесполезны 73? А куда делось остальное? Нет-нет, не 73, а 77 А я что сказал? 77 Да Поэтому препарат так слабо действует на наших шимпанзе Мы даем его подопытным животным уже два месяца Но так и не добились нужного результата А мне казалось, все идет хорошо Нет-нет В том-то и проблема Все совсем не хорошо А как там та обезьяна, о которой ты мне рассказывал? Ты имеешь в виду Рудольфа? Он ведь уже довольно старый Да, но по нашим меркам ему уже 84 года Ведь препарат вылечил его ревматизм Сделал мех блестящим Ты говорил, что он ему помог Ну, в каком-то смысле А что тогда не так? Мы ждали совсем другого Эдвина А чего же ты ждал? Теория предсказывала более сильный эффект Я должен придумать, как сделать его более усвояемым Как-как? Усвояемым Способным к ассимиляции? Ну да Кажется, меня посетила только что хорошая идея у двери Но мне только показалось Она тут же выскочила из головы Но ничего, она еще вернется Сомневаюсь Обязательно вернется Вот вечная проблема химика Просто невозможно думать Садишься перед чистым листом В надежде, что на нем что-то появится Но, увы, всегда тщетно Ух ты! Новое платье? Да Мне нравится Повернись Мне нравится его форма Или это твои формы? Ну, тебе виднее Нет, это платье В таком платье грех сидеть дома Рада, что тебе понравилось Очень рада Черт возьми Мы же забыли про вечеринку Почему ты мне не напомнила? Потому что мы не пойдем Почему это? По многим причинам Правда? Во-первых Когда я танцую с тобой Я хочу танцевать с тобой целиком Я не хочу, чтобы твои мысли Витали в облаках Я знаю Ты не всегда похож на Рассеянного профессора Но иногда как зомби Да, признаю, бывает Не хочу пугать людей Садись, расслабься И будь гениальным Будь им Слушай Ты знаешь, ты права Как насчет яиц? Ты о чем вообще? Разве ты не голоден? Я приготовлю поесть И позвоню предупредить Что мы не придем Ты позвонила Хэнку? Я оставила ему сообщение Только не говори мне Что ты уже Придумал Свою формулу Нет, я думал совсем о другом Ты ведь собиралась на эту вечеринку Уже целый месяц Давай не будем больше об этом Я знаю Я просто думал Странно устроены люди А что с ними такого? Хотим мы этого или нет Мы стареем Очень глубокая мысль Все стареют Что-то с нами происходит Ты намекаешь на меня, Барнаби? Нет, я думал о человеческой расе Какой-то невезучий вид Передай мне тарелки, дорогой Если ты не веришь В возрастные изменения Человеческой расы Я напомню тебе Про ту вечеринку У Айверетта Уинстона Я не помню такой вечеринки Ты помнишь наш медовый месяц? Конечно, дорогой Поставь на стол Странно, что забыла Через неделю после медового месяца Уинстона пригласили Нас в гости Но я не помню, чтобы мы туда ходили Мы не ходили Не ходили? Ах, да Я припоминаю Мы остались дома Совсем как сегодня Да? Вот об этом я и говорю Тогда мы остались совсем по другой причине А сегодня причина научная Тогда мы хотели побольше быть наедине Ты был таким милым Помнишь, как телефон звонил, а мы никогда не отвечали? Я открою Вот и я о том же Сегодня мы отвечаем Привет, Хэнк Добрый вечер Что еще за новости? Почему вы не придете? Так и есть Иногда есть вещи поважнее танцев А у нашего гения приступ вдохновения Какое счастье, что я адвокат, а не химик Где он? На кухне Я готовлю ужин Мне надо с ним поговорить Это происходит уже слишком часто Почему обязательно нужно сделать все именно сегодня вечером? Я налью тебя выпить Почему нельзя быть гением днем, а вечером превращаться в человека? Никогда не знаю заранее, когда становлюсь гением Возьми Налей тебя Нельзя отказываться выйти в свет, когда у твоей жены новое платье, а я заказал столик Это глупо А по-моему, нормально Что ты делаешь? Ничего, дорогая Присядь Зачем? Присядь, и ты поймешь Холодно? Я поняла, о чем ты Похоже, мы оба сошли с ума Я думаю, мистер Энту и Стул огорчен, что не сможет потанцевать с тобой и отдавить тебе ноги при танце Я заказал столик не для того, чтобы любоваться вами Неудивительно Ешь свой суп, пока Хэнк допьет Осторожно, он очень горячий Знаете, миссис Фултон, если бы вы вышли за меня вместо него, вам бы не пришлось сейчас готовить на кухне Да, где бы она готовила Ты обжегся Очень надеюсь на это Я предупреждала, что горячо Да он бесчувственный Съешь хлеба быстрей Дорогой, скажи что-нибудь Тепло Надо было подуть Тепло Обычное тепло Я даже не подумал об этом Тепло может сделать препарат эффективным на сто процентов Кажется, ты разрешила мою проблему Ты это серьезно? Я почти уверен Хэнк, вы понимаете? Он обжег себе рот Нет, он открыл нам будущее Ну, если будущее зависит от горячего супа Хэнк, погоди, расскажи ему Мне пообещали повышение, если я сделаю этот препарат Больше никаких дурацких исследований и коммерческих заказов Дай где-то Да, я сам смогу выбирать темы, общаться с учеными из других стран Это здорово Превосходно, мне кажется, это нужно отпраздновать Теперь уж точно стоит пойти в ресторан Да? Если бы не та вечеринка у Уинстонов Но Уинстон уехал три года назад А мы все еще не идем на их вечеринку Но это абсурд У вас телефон звонит? Да, я слышу Мне взять? Нет, пусть звонит Это важно? Очень Я вас вообще не понимаю Извини за нас перед Уинстонами Скажи, что мы сожалеем Очень Ваши слова туманны, но ваши поступки красноречивы Спокойной вам ночи Одну минутку Доброе утро Доктор Фултон, мистер Оксли ждет вас в своем кабинете Спасибо Доброе утро, доктор Фултон Доброе А вы сегодня рано? О, да Мистер Оксли недоволен моей пунктуальностью Так что я стала приходить пораньше Мистер Оксли разговаривает по телефону Присядьте пока Спасибо Я как раз хотела вам кое-что показать Что именно? Смотрите, какая прелесть Не понял? Чунки, которые вы изобрели А, проект Ацетат номер 41 Это образец первой пары, выпущенной фабрикой Вы гордитесь? Признаю, вышло неплохо Их невозможно порвать Серьезно? Сколько ни пытайся Вы удивитесь, доктор? Нет, нет, не удивлюсь Я провел много экспериментов, но теперь я этим не занимаюсь Мистер Оксли, доктор Фултон уже здесь Добрый день Добрый день Спасибо В чем дело? Мисс Лорел показывала мне свои ацетаты Конечно Пусть меня не беспокоят Хорошо Барнаби, я хочу поговорить с вами Да, сэр Меня интересуют исследования, которые вы проводите сейчас Они меня чрезвычайно волнуют Как продвигаются дела? Проблема повышения эффективности нашего состава Это было бы замечательно Вчера я сделал одно открытие, которое могло бы помочь нам Прекрасная новость Я хотел бы показать рекламный макет Чтобы узнать ваше мнение, это, возможно, немного рановато Но лучше подготовиться заранее Но почему бифор? Это просто бифор, до и после Здесь звучит идея молодости Понятно? А что этот гриф здесь делает? Это же феникс Эфическая птица, возрождающаяся из пепла Еще один символ молодости Энергичный и гордый Можно сказать, мистер Оксли? Ради бога, скажите Ваша птица пугает меня В каком смысле? Она зловещая И вообще, можно подумать, что этот препарат какой-то фонтан молодости Но он разве не омолаживает? Мы используем огромное количество ингредиентов Каждый из которых обладает уникальными свойствами И что? Значит, все зависит от сочетания этих ингредиентов И от пропорций к смеси Возможно, мы никогда не найдем их точную пропорцию Чтобы получить результат, которого вы ждете Должно случиться чудо Но вы способны на это, мой мальчик Я же просил не беспокоить меня Мистер Оксли, доктор Лентон звонит Кажется, это важно Кто это? Это... Наш новый ассистент Да, одну минуту Попросите напечатать это кого-нибудь Сэр, могу я попытаться еще раз? Нет, это слишком важно Попросите кого-нибудь напечатать вместо вас Да, сэр Печатать может кто угодно Ты кто меня спрашивал? Доктор Лентон Доктор Лентон, я вас слушаю Да? Я знаю, что его нет Доктор Фунтон рядом со мной Да Что? Правда? Какого рода реакция? Это потрясающе Мы сейчас придем Пойдемте, Барнаби Вы сделали отличную работу Пойдемте, миссис Лорен Потрясающе Что потрясающе? Доктор, как там его сказал? Что ваши обезьяны ведут себя странно Необычное поведение Это результат вашего препарата Я знал, что у вас получится Осторожно, мистер Роксли Он прямо взбесился Спокойнее Что случилось, Жером? Я знаю только, что он открыл свою клетку А теперь ведет себя Странно Отпустите его Как бы он ничего не натворил Отпустите Посмотрите на этого старого шимпанзе Ему 84 Значит, он 14 лет старше меня А в какой он форме? Я вижу Невероятно Быстро спускайся, Рудольф Ничего не понимаю Вы давали ему стимуляторы? Только этот препарат Ваш Х-57 Успокойся Но тесты, которые мы провели вчера Не показали ничего Осторожно, Рудольф В твоем-то возрасте Спускайся Не делай глупостей Это на тебя не похоже Давай, давай, Рудольф Спускайся Будь умницей Иди сюда Иди Что он там делает наверху? Там клетка с новой самкой Черт побери Иди сюда Мистер Оксли Вам все еще недостаточно? Иди Иди скорее Иди Иди Здесь что-то не так Позвольте мне Я с ним справлюсь Пожалуйста Ну же успокойся Успокойся Отпусти клетку Хорошо Молодец Иди ко мне Успокойся Вот так Молодец Успокойся И садись Да Я на тебя посмотрю Вот так Дома мы видели достаточно Мы поговорим с доктором Фултоном Барнаби Если ваш препарат Оказывает такое же действие на человека То это великое научное открытие Сиди, Рудольф Мы прекратим выпуск Других препаратов на заводе И будем производить только В4 Я предлагаю себя Как первого Испытуемого добровольца Мистер Оксли Это может быть опасно Я беру на себя этот риск Это не Рудольф Что? Этому шимпанзе всего лишь 6 месяцев Рудольф самец А это самка Барнаби Вы уверены? Несомненно Но это одежда Рудольфа Такая же у Стар Держите Я докажу вам Вот Рудольф С номером и Стар Полагаю, сторож купал их И перепутал номера Очевидно, все так и было Я Руджер Оллен А я даже рад произошедшему Слишком много вы ждете от этого препарата От В4 Позвольте мне поработать в лаборатории Я хочу кое-что попробовать Оповестите меня, когда закончите Остерегайтесь скороспелых выводов Идемте, миссис Лорел Странный день начался Надеюсь, дальше не будет хуже Аскорбат натрия 3000 миллиграмм Есть Высиди спокойно, Эстер Тебе нравится, как я работаю? Малебден Малебден 2000 миллиграмм? Да Для трех доз? Да Все готово Ну что, Джером, давай охладим вот это И подогреем это Воспользуемся прибором доктора Миллера Обозначим Х57, как обычно? Нет, Х58, только не Б4 Доброе утро Доброе утро, Гус Ты купал обезьян сегодня А что, одной не хватает? Нет Гус Ты купал их сегодня утром? Да, конечно Вы перепутали их форму Правда? Простите, доктор Я сейчас все исправлю Это не страшно Переоденьте после кальмежки Но это больше не должно повторяться Конечно, нет Заткнись Из-за вас у меня одни неприятности Взрослые люди оиграют с обезьянами Мыши, кролики, морские свинки А теперь еще и обезьяны Доброе утро Что такое? Мой ревматизм. Надеюсь, мой препарат облегчит и эту болезнь. Вы хотите испытать его на себе? Конечно, да. Почему не испробовать ее на Джероме? Больше не будем его мучить. Вы помните наш восстановитель волос? Да, не слишком удачный опыт. Ну, хоть открыли хороший депилятор. Поговорим о чем-нибудь другом. Продолжение следует... Продолжение следует... Как ты отсюда выбрался? Послушай, Эстер, Рудольф, или как там тебя? Теперь ты вернешься в свою клетку. Не буду тебя носить, сам иди. Давай. Где ты научился? Выбираться из клеток. Залезай. Как ты смог вылезти? Гус, я думал, вы займетесь этим позже. Я еще не переодел их, доктор. Эстер выбылась из клетки. Кажется, это моя ошибка. Я забыл закрыть дверцу. Она похозяйничала на вашем столе. Я уберу сам гус. Оставьте это, Джером. Мне не терпится попробовать. Серьезно, доктор? Вы уверены? Но опыты на себе запрещены регламентом научных исследований. История великих открытий говорит о людях, которые не подчинялись правилам. Ну, вперед. За Х-58 и лучший мир. Какая горечь. Я запью водой. Ох, этот гус. Даже у воды горький вкус. Ладно, отложим все это в сторону. Какая может быть первая реакция? Понятия не имею. А через какое время? Это должно зависеть от периода абсорбции. Возможно, что головокружение. Вы немного покраснели. Потому что я немного волнуюсь. Примерно 150. Странно. В смеси нет ничего, что могло бы стимулировать сердце. У вас кружится голова? Да, все сильнее. Будет лучше, если я запишу мои ощущения. Пульс 150. Пульс 150, верно? 150. Нарастающее головокружение. Отсутствие тошноты. Ощущения, напоминающие серию слабых ударов тока. Джером, где вы? Я здесь. Что такое? Я след. Я ничего не вижу. Пишите за меня. Это слишком опасно. Я знаю, что принял, и только мы сможем потом найти противоядие. Пишите. Я словно в облаках. Странное ощущение. Как в тумане, но никакого дискомфорта. Вообще-то, это очень приятное чувство. Как если бы я... Доктор, что случилось? Вы парализованы? Вы можете говорить? Постарайтесь посключать один раз. Да. Два раза нет? Вы меня слышите? Превосходно. Пожалуйста, дайте мне телефонный справочник. Какой номер вам нужен? Справочник, пожалуйста. Inglut Dropforge & Tool Company. 1065, Рестхаузер Авеню, Inglut, Уэст, 60945. Это невозможно. Возможно, Джером. Впервые за 10 лет я могу читать без очков. Отличное зрение. Не могу поверить. Смотрите так, я словно в тумане. А теперь я снова вижу. Доктор, кажется, Х-58 это наш успех. Никаких сомнений. И проверю мой ревматизм. Прошу прощения. Я ничего не чувствую. Это поразительно. Доктор Фултон, позвольте пожать руку будущему нобелевскому ларяку. Очень рад. Извините, телефон. Алло. Департамент водоснабжения и электричества. Что могу отключить? Алло. Алло. Барнаби. Можно подумать, твой препарат подействовал. Как все прошло? Нет ли у нас приглашения на вечер, которые мы могли бы отклонить? Сегодня нет. Жаль. Тогда, надевай новое платье, мы устроим маленький праздник. Хорошо, но сперва ты должен. Что я должен сделать? Сначала сходи, постригись. Постричьте. Затем купи новый костюм. Новый костюм, так. И, дорогой, заскочи в автосалон. Пей Боди, только что позвони. У него есть хорошая машина. В хорошем состоянии? Хорошего дня, дорогая. Вот так. Вот так история. Вы хорошо себя чувствуете? Я отвечу. Алло, Гриффитский зоопарк, отдел Змей. А что это такое? Это Оксли. Спрошу, на месте ли он? Нет, Оксли это я. Где? У телефона. А, вы мистер у телефона? Да, я у телефона. Мистер Оксли у телефона. Вы родственник Оксли? Барнаби, это вы? Это же я, Барнаби. Нет, вы не Барнаби. Это я, Барнаби. Я лучше знаю, кто я. Говорит мистер Оксли, Барнаби. Смешно, теперь вас трое. Узнайте, кто вы, и перезвоните. Я сейчас сам приду. Они сейчас придут, и трое сразу. Что вы ему скажете? Меня здесь не будет. У меня много дел. Нужно постричься, костюм и машина. А что я скажу мистеру Оксли? Скажите, что вы не знаете, кто он. Я не могу сказать ему это. Тогда храните это в секрете. Ну, доктор... Где Фолтон? Я хочу его видеть. Он только что вышел. Я не видел его в холле. Он вышел через окно. Ну, что с ним случилось? Он попробовал свой препарат, и после этого стал вести себя, как будто ему 20 лет. 20 лет? Черт возьми. Вы знаете, куда он пошел? Да, сэр. Алло. Позовите мисс Лорл. Куда он пошел? Покупать новый автомобиль. Какая у него марка машины? Форд. Послушайте внимательно. Миссис Лорл. Обойдите всех дилеров Форда в городе и найдите Фултона. Мистер Оксли, но с чего начать? Он будет в одном из автосалонов. Вам нужно найти его там. Понимаю, мистер Оксли. И верните его немедленно. Да, сэр, немедленно. Ну вот, я постриг вас, как вы просили. Миссис Фултон будет довольна. Несомненно. Что вы думаете? Сидит неплохо. Но вы именно этого хотели? Скажите, а сейчас носят такие брюки? Очень редко. Скорее, из серой фланели. Я вижу, эти носки сюда подойдут. Боюсь, что ни вам, ни миссис Фултон эта машина не подходит. Это не совсем то, что вы искали. Вы абсолютно правы. Вы не могли бы снять крылья? Нет, это против закона. Какая жалость. Тогда скажите, нет ли у вас автоприцепов? Добрый день, мисс Лорел. Здравствуйте, доктор Фултон. Привет. Привет. Наконец, я вас нашла. Это я вас нашел. Тяните. Доктор Фултон. А, вы уже знаете? Да. Какая жалость. Мистер Оксли хочет вас видеть немедленно. Забирайтесь в машину, я отвезу вас. Это ваша машина? Конечно. Какая она славная. У вас хороший вкус. Пожалуйста, принесите костюм из моей старой тачки. Ну что? Вы готовы? Ваш мотор завелся. А ваш? Ваш пакет, доктор. Спасибо. Пришлите мне счет. Хорошо. Он медленно разогревается. Прямо как я. Берегите свою голову, а я займусь всем остальным. Весело. А мистер Оксли? На завод в другую сторону. Я знаю, сейчас мы взлетим. Пристегнитесь и держитесь крепче. О, доктор! Отпустим закрылки. Будет как новое, к пяти часам. К пяти часам? Тогда можно еще многое успеть. Правда? Конечно. Пойдемте. Вы часто катаетесь? Давно не катался, но я вас научу. Не так быстро, доктор. Осторожно. Я в порядке, я быстро вспомню. Помогите. Берегитесь. Док, они слишком высоко. Только не для меня. Ну что, все смотрят на меня? Немного музыки. С удовольствием. С вами не соскучишься? Да. Знаете что? Я была уверена, что не нравлюсь вам. Минутку. Я вам нравлюсь хоть немного. Что-что? Отвечайте. Вы мне нравитесь. Я скажу от вас с ума, доктор. Подождите. Нет, нет. Послушайте. Скучная музыка. Не вздумайте выключать. Это наша любимая мелодия. Наша? Да. Идвина, и моя. Идвина? Моя жена. Веселые песни поют. По-моему, глупая песня. Почему вы так говорите? Это мое мнение. Она глупая. Ну тогда мое мнение в том, что ваше мнение глупое. Ого. Как-то темнеет. Незаметно. Что с вами? Не знаю. Что-то с глазами. Чем вам помочь, доктор? Нет, ничего не надо. Я стал хуже видеть. Не сердитесь на меня. Я не сержусь. Я не хотела. Почему вы кричали? Потому что... Ничего. Не сердитесь, доктор. Я не сержусь. Скажите, завод где-то близко? Да. Вы могли бы сказать, где повернуть? Поверните направо. Давайте. Поворачивайте, доктор. Сейчас? Да, поворачивайте. Куда? Доктор. Вы в порядке, мисс Лорен? Я вам сказала повернуть. Я знаю, я страшно сожалею, но... Боюсь, я ничего не вижу. Вы не могли бы припарковать ее? Конечно. Спасибо. Здравствуйте, миссис Фултон. Здравствуйте, Джо. Доктор у себя? Да, мэм. Когда я заходил к нему, он спал. И я не стал будить его. Мистер Оксли знает, что доктор вернулся? Да, мэм, он скоро приедет. Спасибо, Джо. Кто это? Это я, дорогой? Добрый вечер, Эдвина. Я не вижу тебя. А где твои очки? Дай подумать. Оставил в лаборатории. Джером, наверное, положил их куда-нибудь. Я поищу их. А, вот они. Барнаби, ты уверен, что ты в порядке? Где они? Вот. Все смутно. Который час? Почти восемь. О, нет. Так поздно? Я опять виноват. Мы же должны были поужинать где-то. Я поужинал дома, тебе принесла кое-что. Эдвина, прости, я не хотел, но... Я знаю, что ты не хотел. Откуда у тебя пудель? Неужели я купил пуделя? Я про стрижку. Ах, стрижка, да. Ну и пиджапки купил. Я знаю, знаю. Ты еще не видела машину? А какая машина? Ты скоро увидишь ее. Безумие испытывать на себе препарат. Это могло плохо кончиться. Не волнуйся. С тобой могло случиться несчастье. Вот твой кофе. Спасибо. Я сильно ушибся. Катался на роликах. Только не говори, что ты катался на роликах. Да, катался. Твое лицо покрыто красными пятнами. Это не пятна, а губная помада. Да, Эдвина, я расскажу тебе что-то совершенно невероятное. Конечно, это невероятно, краситься помадой на роликах. Я не катался на роликах весь день. Я догадываюсь. Ты никогда не поверишь, что со мной случилось. Я побил все рекорды. Что? Жаль, что ты не видела. Хотела бы я увидеть. Да, я совершил подвиг. Я попытался нырнуть ласточкой, и мне не удалось. Не удивительно, что ты так выглядишь. Все это очень запутано. И что с препаратом? Я об этом и говорю тебе. Тогда я начну сначала. Сегодня в 11.52 я принял дозу препарата, и через несколько минут начал вести себя как школьник с отличным зрением и без ревматизма. Но с губной помадой. Препарат здесь ни при чем. Но об этом позже. Эдвина, мы совершили открытие, о котором мечтал весь человеческий род со времен сотворения мира. Ты серьезно? Он действует? На меня подействовал. Я не могу объяснить. Кажется, он воздействует на воск. Эдвина, представь. Люди больше не будут стареть. Звучит пугающе. Он правда так действует? Ну, конечно, нам пока неизвестны все его эффекты. Доза, которую я принял, уже выветрилась. Это было... 8 часов. Доза, по-видимому, слабовата. Сейчас увидим. Куда ты? Я повторю эксперимент, но на этот раз увеличу дозу. Зажги свет, дорогая. Барнаби, это обязательно нужно? Конечно. И еще не раз. Я рад, что ты сможешь побыть со мной. Я хотел бы, чтобы ты наблюдала и записывала. Ты сможешь правильно объяснить мое поведение. Может, стоит сначала сменить пиджак и умыться? Как думаешь? Ты права. Кстати, чья это помада? О, это как ее? Секретарша Оксли. Ты хочешь сказать, это маленькая блондинка с плаката? Очень мила. Да, но она наполовину ребенок. Это незаметно. Она не в моем вкусе. Сколько ты хочешь проглотить этой бурды? Думаю, того, что я налил в пробирку, этого будет достаточно. Эдвина, что ты делаешь? Зачем ты это сделала? Потому что это ты ученый. Ты и должен наблюдать. Но, не спорь, возьми блокнот. Как горько. Дай мне воды, пожалуйста. Ну, Эдвина, боже. Ты перестал быть ученым, когда проглотил его. Тебя заинтересовали совсем другие вещи. Возможно, ты права. У воды тоже горький вкус. Я тоже заметил. Я... Я все-таки немного боюсь, Барнаби. Я здесь, дорогая. Как странно. Ты не находишь... Я позабочусь о тебе. Я ничего не чувствую. Разве эффект не мгновенный? Должно пройти несколько минут. Вытри свое лицо. Если я помолодею на 10 лет и увижу на тебе губную помаду, я за себя не отвечаю. Да, дорогая. Барнаби, это правда насчет Б4? А у вас ходят невероятные слухи. Это работает? Сейчас увидим своими глазами. Моя жена только что проглотила 50 миллилитров препарата. Это правда? Доктор Бранер и мисс Лоррер скоро придут. Пусть поднимутся сюда немедленно. Миссис Фултун, очень любезно с вашей стороны помочь нам. Спасибо, мистер Оксли. Посмотрим на твою реакцию, дорогая. Да, конечно. Теперь я знаю, что чувствует подопытный кролик. Я могу присесть? Конечно, дорогая. Не стойте так, делайте что-нибудь. Да, дорогая. Пульс 150, как у меня. Температуры нет. Кроме того, что я чувствую себя полной идиоткой. Все прекрасно. Какую реакцию вы ожидаете? Я не знаю, думаю, что все очень индивидуально. Вы вели себя так, как будто вам было 20 лет. Не двигайся, Эдвина. А какой была она в этом возрасте? А, Эдвина. Но она была очень серьезной студенткой. Она изучала экономику, а летом курсы по ихтеологии и кулинарии. По ихтеологии? Наука о рыбах. Джером сказал, что первым симптомом было зрение. Оно стало отличным. Да, но у Эдвина всегда было великолепное зрение. Эффект должен быть совершенно другим. Я уверен. Дорогая, вы ничего странного не чувствуете? Ничего. А вы, мистер Оксли? Но я ничего не принимал. Как раз наоборот. Вы слышите, Барнебил? Странная реакция. Несомненно, мы скоро все увидим. Несомненно. Она сидит, не двигаясь. Я не вижу эффекта. Это только пока. Мне не терпится увидеть результат. Это торжественный момент. Вот оно, Оксли. Смотри на него, Барнеби. Подействовало? Вы слышали, Барнеби? Эффект начался. Что-то не то, Барнеби. Что с вами, сэр? Возможно, вы переволновались? Присядьте. Успокойтесь, мистер Оксли. Отдохните, мистер Оксли. Вот так. Садитесь. Хорошо. Боже мой. Эй-хей, давай веселей. Эй-хей, танцуй веселей. Кажется, нам лучше уйти. Да, лучше мы пойдем. Барнеби, куда вы? Я сейчас вернусь. Да, дорогая? Привет, доктор Фултон. Привет. Что ты сказал ей? Миссис Фултон, он сказал привет. Я знаю, что он сказал, крашеная ты насекомая. Она не сделала ничего плохого. Сейчас посмотрим, какого цвета корни у этих кудряшек. Успокойся, мисс Лорел. Отойдите. Я ей покажу. Эдвина, хватит. Я ей покажу. Подожди. Правда было весело? Видел, как он запрыгал. Я сунула рыбку ему в штаны. Давай вернемся туда. Не надо, Эдвина, не надо. Тогда куда мы пойдем? Пойдем танцевать. Эдвина. Тогда я возвращаюсь. Хорошо танцевать. Все, что скажешь. Пошли. Это наша новая машина? Боюсь, что да. Просто класс. Она тебе нравится? Супер. Пусти меня за руль, пожалуйста, подвинься. У меня идея. Мы едем танцевать в Пиквик Армс. Здорово, правда? Пиквик Армс? Это Влад Джоли, помнишь? Конечно, помню. Комната 304. Мы провели там медовый месяц. Это не слишком далеко. Как думаешь? Только заедем домой взять сумки. Будет весело. Просто, чтобы потанцевать? Эдвина, я положил сумки в машину. Барнаби, мое платье не слишком строгое. Ну... Как ты думаешь? Отвечай. Ну, я... Рада, что тебе нравится. Я поведу сама. Ты едешь слишком медленно. Хорошо. Как она работает? Ручку назад. Барнаби, у нас снова будет медовый месяц. Без рук? Да, да, да. Пусть лучше с руками. Ты не взволнован? Конечно, дорогая. Не отвлекайся. Ты не можешь ехать помедленнее, чтобы мы могли разговаривать. А кто здесь хочет разговаривать? Эдвина, я должен исследовать твою реакцию. Барнаби. Ну, перестань. Как великолепно. Ветер в волосах, луна, звезды. И дорога. О, дорога. Добрый вечер, сэр. Добрый вечер. Хотите заселиться? Да, пожалуйста. Есть ли у вас небольшая комната с видом на океан? Да, сэр. Спасибо. Прошу прощения. Комната 304 свободна? Да. Но это комната для молодоженов. Да, я знаю. Да, и предупредите персонал, чтобы нас не беспокоили. Да, сэр. 304. Идем, дорогая. Большое спасибо. Пожалуйста. Эдвина, дорогая. Слышишь? Не будем терять время. Пусть он сам отнесет багаж. Уже 11. У меня был тяжелый день. Ну, ты же обещал. О, да. Просто оставьте багаж в полноте. О, нет. О, нет. О, нет. О, нет. Мы, бедные овечки. Плутаем мы в лесу. Барнаби, не спи. Это наша песня. Да, дорогая, да. Мы черные овечки. Одни совсем одни. Барнаби, каждый раз, когда я слышу эту песню, я понимаю, как я счастлива. Я хочу быть рядом с тобой. Рядом с тобой, дорогой. Да, да, дорогая. Барнаби, вальс, вальс. Да, дорогая, да. О, нет. О, нет. Ладно, хватит, Эдвина. Поднимайся, Эдвина. Вставай. Вставай. Живо. Помоги мне встать. Это было так забавно. Попробуй. Давай. Спасибо, в другой раз. Ну, давай, попробуй. Барнаби. Мой ключ. Где ключ? Я знаю. Он здесь. Ты всегда кладешь его сюда. Видишь? Вот так. Сейчас открою. Вот так. Мы и дома. Эдвина, ты не чувствуешь себя немного усталой? Совсем нет. А что, хочешь пойти погулять? Нет, я просто подумал... Знаешь, я должен осмотреть тебя, давление, послушать сердце. О, Барнаби. Не сегодня. Пожалуйста. При таких экспериментах нужно всегда... Барнаби. Что? Ты уверен, что меня любишь? Конечно, люблю. Почему ты задаешь такой вопрос? Так, пришло в голову. Я ответил на твой вопрос. Ты знаешь, я так тебя люблю, что у меня голова идет кругом. Правда? Когда это началось? Первый раз, когда мы увиделись. Нет, я про головокружение. Не знаю. Сейчас наш медовый месяц, и все остальное мне безразлично. Барни. Что ты делаешь, Барни? Я хотел надеть свою пижаму. Но ведь не лучше ли тебе переодеться там? Почему? Ну, не знаю. Ладно, я пойду переоденусь в ванной. Что за черт? Я на пару минут. Неожиданная стыдливость. Надо это записать. 15 минут, чтобы переодеться. Совершенно обратное поведение по сравнению с обычным. Эдвина, ты в порядке? Да, дорогой, я уже иду. Хорошо. Я так счастлива, Барни. Что случилось? Что случилось? Почему ты плачешь? Ничего не могу с собой поделать. Я что-то не так сказал или сделал? Нет. Тогда в чем дело? Я просто размышляла. О чем? О маме. А, твоя мама. Теперь я понимаю. Нет, не понимаешь. Но что случилось? Я не могу не думать, что она чувствует сегодня вечером. Она никогда тебя не любила. Никогда. Но она и не слишком старалась. Я делал все, чтобы понравиться ей. Ты такой бесчувственный. Она так хотела для меня лучшего будущего. Но еще не поздно. Нет, все кончено. Медвина, мы проехали весь этот путь, чтобы повеселиться немного. И заодно провести важный научный эксперимент. Не будем же тратить время на ссоры из-за пустяков. Не называй мою мать пустяком. Я не называл твою мать пустяком. И не повышай на меня голос. Я не повышаю голос. Хэнк никогда бы не сделал так, если бы девушка заговорила о матери. Но при чем здесь еще и Хэнк Энтуисту? Я упомянула его, потому что моей матери он всегда нравился. Он умел угодить ей. Есть что-то ненормальное, что ты всегда вспоминаешь его, когда злишься на меня. Жалеешь, что не вышла за него, да? А вы посмотрите на него. А что там было с Эльвирой Блис? Эльвира Блис? Это же было в начальной школе. Знаю, это твоя учительница. Я полагаю, что Мира Маккеллип тоже была твоей одноклассницей. И Мириам Инглус, который ты учил гольф в течение трех лет. Кстати, надо забрать свою клюшку. И ты еще смеешь говорить о Хэнке, который поцеловал меня всего один раз. Он тебя поцеловал? Но ты раньше мне этого не говорила. Ты поцеловала Хэнка? Я не говорила этого. Я сказала, он поцеловал меня, а не я. Это одно и то же. Ничего подобного. Унять. Мои очки. Ты ударил меня? Нет. Ты хам, грубиян. Уходи из моей комнаты. Уходи. Уходи. Прочь. Эдвина, прекрати. Это смешно. Ты знаешь, что я ничего не вижу? Открой. Прошу тебя. Ты знаешь, что я в коридоре, и я... О, нет. Нет. Мою пижаму прищемило дверью. Прошу, открой. Это все из-за тебя. Пожалуйста, впусти меня. Нет. Если бы было средство успокоить ее. О, я знаю. Эдвина. Эдвина. Послушай меня. Мы бедные овечки. Плутаем мы в лесу. Бе-бе-бе. Эдвина. Эдвина. Пожалуйста. Оператор. Я больше не могу находиться здесь. Ну, хорошо. Ты открыла дверь. Слава богу. Дорогая, если бы мы не ссорились... На помощь! Полиция! Если бы я знал, где найти телефон. О, может быть здесь? Где тут должен быть телефон? Впусти меня, Эдвина! Прошу тебя, Эдвина, впусти. Ключ в машине, мэм. Хорошо, спасибо. Все нормально, мистер? Да, спасибо. Барнаби! Бедный! Эдвин, это ты? Дорогой, я искал тебя повсюду. Что ты здесь делаешь? Я упал в грязное белье. В белье? Эти дамы помогли мне. Большое вам спасибо за помощь. Не за что. До следующей встречи. Надеюсь, больше не придется. Пойдем в номер. Переоденемся. Нет, увези меня домой. Идем, машина здесь. Как ты попал в грязное белье? Не знаю, я упал туда. Осторожно, ступенька. У меня не было очков. Я знаю, я наступила на них. Надень вот это. Зачем? Ты можешь простудиться. Вот так. Садись. Ты хорошо себя чувствуешь? Да, дорогая, а ты? Да, действие препарата прекратилось. Не вспоминай об этом. Отдохни, постарайся поспать. Да, дорогая. Дорогой. Да. Просыпайся, мы дома. Хорошо. 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 Я помогу тебе. Мне приснился кошмар про Хэнка. Ты правда целовала его? Это, конечно, не важно, но... Дорогой, прости. Я вспомнила, я сделала ужасную вещь. И забыла тебе сказать. Эй! Кто это? Готово. Доктор Фултон, мы из новостей. Скажите несколько слов. О чем? Нам позвонил ваш адвокат, мистер Энтуистелл. Не стоит Кэнку обсуждать с прессой еще и мою работу. Расскажите нам всю историю, док. Барнаби, я... Мне нечего сказать, пока наши эксперименты не закончены. Есть ли другая женщина? О, нет. Моя жена была пока единственной жертвой. Я все расскажу вам, когда проведу свои опыты. С 10-20 другими. Я пока не буду проводить опыта на людях. Продолжу. Шимпанзе. Это серьезно? Стойте. Вы говорите о разных вещах. Дорогой. Что ваша жена обнаружила в вашу любовное гнездышко? Не отвечай на этот вопрос. Не пытайтесь защитить его. Это для нас даже хорошо. Что ты тут делаешь? Зайдите вовнутрь. Это пока все, что нам известно. Вы больше ничего не получите. Зачем вмешивать прессу в мои дела? Не делайте вид, что удивлены. Что я пыталась тебе сказать? Ты знаешь причины, и не притворяйся. Все было в отеле вчера вечером. Не подходи к ней, Фултон. Не трогай ее. Хэнк, пожалуйста, заткнись и иди домой. Барнаби, я пыталась. Мама! О, нет. Эдвина, Хэнк меня предупредил. Я боялась найти тебя изуродованной. Мама, ты ничего не поняла? Могу я узнать, о чем все говорят? Отойди от нее, мучитель. Вы не поняли, я сама виновата. Нет, Эдвина. Хэнк, пожалуйста, помолчи. Эдвина. И ты тоже, мама. Как ваш адвокат, я... Хэнк, уходите. Вы тут лишний. Но вы звонили мне, просили. Да, я знаю. Но чего вы хотите? Я вам позвоню. Идите. Теперь послушайте меня оба. Нет, это ты меня послушай. Я не хочу, чтобы ты погубила всю свою жизнь. Эдвина, что тут происходит? Я не понимаю. Барнаби, я... Я знала, что рано или поздно это произойдет. Эдвина, пожалуйста, объясни. Замолчи, мама. Я проверяла на себе действия нового препарата Барнаби. И из-за него я натворила весь этот бардак. Вот и все. Так это ты предупредила Хэнка. Да, я сделала это вчера вечером. Прости, но это было сильнее меня. Дорогая, ты не виновата. Не давай ему снова управлять тобой. Делай все. Моя дорогая теща. Да. Я сдерживал себя в вашем присутствии все семь лет. Не будите лихо. Хорошо, будем цивилизованными. Как-то лучше. Займитесь своим делом и заткнитесь. Отвези меня на завод, Эдвина. Прямо сейчас? Да. Я переоденусь и постараюсь прийти в себя. Я... Мама, тебе лучше помолчать. Привет, Джером. Доброе утро, мисс Фолтон. Доктор, я искал вас повсюду. Потом, Джером. Сейчас мне нужна моя лаборатория. Конечно, доктор. Замечательно. Эдвина, мои очки в верхнем ящике стола. Дай их мне, пожалуйста. Конечно, дорогой. Вот они. Дорогой, у тебя такой строгий вид. Ты правда сердишься за то, что я сделала вчера? Я серьезно все обдумал и почти решился. Думаю, нужно уничтожить этот препарат. Уничтожить? Значит, ты рассердился. Да, бывало и получше настроение. Может, мне приготовить тебе тост и кофе, дорогой? Да, спасибо. Я умираю от голода. Кофеварка там. Подключи ее в эту розетку. Хорошо. Я думаю, что это самое глупое наше открытие после порошка для зуда. И столь же бесполезное. Я так не думаю. Препарат вылечил твой ревматизм, улучшил зрение и омолодил тебя. Интересно. Стоит ли молодость всех этих неприятностей? Мы мечтаем помолодеть. Снова любовь, соловьи, валентинки. А что мы получаем в итоге? Много шишек, недоразумений и конфузов. Это и есть молодость. Как можно так жить? Эдвина, скажи мне хоть что-нибудь, потому что это волнует меня. Да, дорогой. Почему ты хотела развестись? Барнаби, это была не я. Это был препарат? Ты должен понимать. Да, я понимаю, что препарат разбудил это в тебе. Разбудил что? Подсознательную неприязнь ко мне. Неприязнь к тебе? Но я люблю тебя, дурилка. Откуда я знаю, что у тебя нет подсознательного намерения? Нет у меня никакого намерения. И это гадко с твоей стороны говорить так. А твоя манера всегда приводить в пример Хэнка? Боже мой. Ты любишь его? Это нелепо. Но ты ведь целовала его. Ты все не можешь успокоиться? Нет, не могу. Ладно. А ты любишь эту... Как ее? Нет, конечно. Ты с ней обнимался? Катался на роликах? Было ли у тебя подсознательное намерение или неприязнь, побудившее тебя шалить с ней? Нырять ласточкой? Вести себя как... Давай, продолжай. Барнами, ничего не говори. Я тоже больше ничего не скажу. Не будем ссориться. Сомнения превращают брак в страшную вещь. Об этом я и думаю. Поэтому я хочу уничтожить формулу. Ты что, плачешь? Ты хочешь уничтожить два года упорной работы? Да, но формула все еще в моей голове. К сожалению. Я должен забыть все. Это слишком опасно и непредсказуемо. Пожалуйста, не бери эту воду. Это не питьевая. Налей с кулера. И сделай мне кофе. Мне нужно целое ведро. Ну вот. Элло, это мистер Роксли. Мисс Роксли, доктор Фултон пришел. Он вместе с миссис Фултон. Вы уверены? Да, сэр. Скажите, как ведет себя миссис Фултон? Она не пыталась поколотить меня, хотя и не слишком вежливо. Она сказала... Это не важно. Послушайте, я не хочу, чтобы они ушли. Скажите охране и не выпускайте их. И соберите всех членов научного совета в конференц-зале немедленно. Я сейчас туда приду. Да, сэр. У кофе странный вкус. Он горький. Да, я заметил. Дело не в кофе, это последствия препарата. И зачем я дал тебе его вчера вечером? Не знаю. Ты не смог сдержаться. Это уже третья чашка. Я знаю. А у тебя вторая, не так ли? Да. Хорошо. Предположим, что ты приняла очень большую дозу. Возможно, так и было. Нет, я имею в виду передозировку. Логично, что ты стала бы вести себя еще моложе. Ты помнишь, как Оксли вчера прыгал? Да. Мне будет стыдно, если увижу его. До какого возраста мы бы помолодели, если бы выпили целое ведро? Ну, даже не знаю. Двенадцать, десять, пять лет. Возможно, мы могли бы вернуться в младенчество. Я представила себе, что ты опять не сможешь сам есть, пить. Даже это будет ужасно. Да уж. Но такое запросто может случиться. Ага. Вот и он. Алло. Вы нашли свою рыбку? И что вы с ней сделали? Да, мне интересно. Он здесь. Это старик Оксли. Как дела, старина? Зайдите ко мне немедленно вместе с женой. Мы пьем кофе. Я буду в конференц-зале. Мы идем. Положи на место, пожалуйста. Положи. Еще приказы будут? Давай вставай. Добрый день. Добрый день. Доктор Фултон сейчас придет. Садитесь. Нужно действовать быстро. Вы знаете, мы должны узнать его формулу. Сколько бы это ни стоило. Как председатель, напоминаю, что Фултон открыл свой препарат у нас. У меня плохая новость. У нас нет его формулы. Что? Вчера доктор Линтон, меня зовут Линтон, сэр, принес мне одну дозу препарата, и я принял ее. Не описать, как я ждал результатов. Но их не было. Ни малейшей реакции. Состав, который дал мне доктор, как его там, принес, не полный. Очевидно, там есть еще один ингредиент, о котором он не знает. Доктор Фултон не записал его. Нет данных об этом ингредиенте. Без этого ингредиента мы беспомощны. Но они вести точные записи противоречат всем правилам. Фултон знает это. Он работает с нами уже 10 лет. Возможно, это было ненамеренно. Фултон вчера был сам не свой. Да уж. Надеюсь, сегодня он пришел в себя. Не сомневаюсь. Мы будем иметь дело с взрослым и разумным ученым. И я не ожидаю никаких трудностей. Итак. Хорошо, Оливер. Давай, как скажешь. Не понимаю, где они ходят. Вы могли бы за ними сходить? Да, сэр. О, Барнеби, миссис Фултон, входите. Что с вами? Входите же, миссис Фултон. Забудем, что было прошлым вечером. Входите же. Да. Вы все экспериментируете. Я думаю, вы тут знакомы со всеми. Да. Садитесь, устраивайтесь поудобному. Миссис Фултон, не хотите ли присесть вот здесь? А это обязательно? Нет. Мне здесь больше нравится. Хорошо. Барнеби, я выражу общее мнение, если скажу, что считаю вас величайшим ученым мировой науки. Я попросил вас прийти, чтобы обсудить продажу вашей формулы. Наша организация готова предложить вам пакет акций, дивидендов, которых хватит для вас и миссис Фултон, чтобы вы ни в чем не нуждались до конца своей жизни. Итак, вопрос, сколько вы за нее хотите? Барнеби, сколько вы хотите? Сколько? Назовите цифру. Триллиард долларов. Сколько? Сколько? Триллиард. Триллион бильярд. Боже, он опять принял его. Точно принял. Слушайте, Фултон, ваше открытие принадлежит нам. Мы не дадим вам ни цента. А полцента? Я испорчу вашу карьеру. Вы говорите с ребенком, диджей. Еще чего, он не ребенок. А ну, хат, давай. Дайте мне что-нибудь. А давайте подеремся. Давайте. Нигде драться нехорошо. Хорошо. Где вас учили? Привет. Здравствуйте, доктор Фултон. Пришли поиграть со мной? Нет. Мистер Оксли попросил... К вам лучше уйти. Нет, пусть поиграет со мной. Хорошо, если я позволю ей остаться, вы скажете последний ингредиент. Скажу, скажу. Говорите же. Так, хорошо. Скажите поцелуй. Поцелуй? Скажите меня? Меня. А теперь все вместе? Поцелуй меня. Нет. Как вы смеете? Ух ты, но мисс Лоррел. Мисс Роксли. Но я... Не смейте. Ах, это вы. Я попала в нее. Попала. Ну вот. Ты довольна? Видите, сбежала. Трусишка. Ну ладно, девочка, хватит. Прекрати. Садитесь сюда и ведите себя хорошо. Понятно. Ясно я говорю? Да, сэр. Так, Барнаби. Барнаби, где вы? Он под столом. Что вы там делаете? Щекочу эстер. Выходите, нам нужно поговорить. А я не хочу говорить. Мы имеем дело с 10-летним ребенком. Его надо баловать. Ну как скажешь, Оливер. Помогите мне. Не стойте, делайте что-нибудь. Барнаби, я хочу поговорить. Хотите тоже пощекотать эстер? Нет, спасибо. Хотите такие блестящие часики и цепочку? Они вам нравятся? Нет, у меня уже есть. Но не такие. Не хочу. А хотите велосипед или пони? А что я должен сделать? Вы просто должны сказать нам, недостающий ингредиент этой формулы. Да, но вы же обещали мне триллиард долларов и полпенса. Вы получите ваш триллиард. И полпенса, и катер, и пони. Согласны. Когда? Как только скажете нам, какой ингредиент вы добавили. Это просто я добавил. Нет. Вы посмотрите. Барнаби, вы скажете нам? Зачем ты это написала? Потому что это правда. Неправда, стирай. Барнаби, вы обещали сказать. Не догонишь. Барнаби, остановите ее. Барнаби. Я маме скажу. Ловите же ее. Не поймаешь, не поймаешь. Не поймаешь. Держите ее. Если мы поймаем ее, вы скажете? Конечно. Держите ее, ловите. Меня не видно, я в домике. Что это было? Тепло. Я нагрел смесь до 150 градусов. Ну все, секрет наш. Так не честно. Я тебя поймал, стирай. Не буду. Мне больно. Ах ты, Плакса, стирай. Не буду. Стирай скорей. Эстер, спускайся. Мистер Роксли, они сбежали. Пусть бегут. Вы же слышали. Мы получили то, что нам нужно было. Но мы должны проверить. Не беспокойте меня сейчас. Мы стоим на пороге нового мира и... Что такое? Мистер Роксли, я подогрел ваш состав. Уберите ее. Что вы сказали? Я подогрел состав и ничего. Он опять нас обманул. Здесь невозможно оставаться. Его нужно поймать. За ним. Вызовите полицию и побольше. Что-то за мной увязалось. А я так хочу. Иди лучше играть с девчонками. А почему нельзя играть с тобой? Потому что я с тобой не хочу играть. Беннаби Фултон, ты плохой. Ну так иди отсюда. И не пойду. Вот так. Ну и оставайся. Я скажу маме. А вот для твоей мамы. А я скажу Хэнку Энн Туислу. А вот для Хэнка. Смотри, что ты наделал. Нет, я точно скажу Хэнку Энн Туислу. Эй, кисточку оставьте. Я беда. Я беда. Он еще пожалеет. Очень пожалеет. Я позвоню Хэнку. Вот что я сделаю. Сейчас, прямо. И позвоню. 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 Алло. Мне Хэнка Энн Туисла, пожалуйста. Мистер Энн Туисла? Я так и сказала. Я ему еще покажу. Алло. Алло. Алло, Хэнк. Это Эдвина. Здравствуй, Эдвина. Приходи ко мне немедленно. А что случилось? Этот Барнаби, он вылил на меня целое ведро краски. Понимаешь? А что ты сделала? Ничего я не делала. Он взбесился. Не хочу его видеть. Слышишь? Ты на самом деле решила бросить его в этот раз? Да. Я уеду далеко-далеко. Я уеду очень далеко. И... И... Алло. Эдвина. Что там? А? А? Да. Не знаю. Мне вдруг захотелось спать. Это нервное потрясение, Эдвина. Я такое видел в армии. Успокойся, полежи. Я скоро приеду. Пока. Ах, он приедет. Что я с ним сделаю? Точно. Я сниму с него скальп. Хэнк, интуист. Увидишь, что я с ним сделаю. Я с него сниму скальп. Большой вождь. Ну, я ему покажу. О, доктор Фолтон. Тише. Это я беру для снятия скальпа. Тихо. Мамы. Вот, оказывается, какие эти ученые. Здравствуйте, миссис Брайнган. Вы побудете здесь пока? Ну, еще с часок. Вы не присмотрите за Джонни, а я пока схожу на рынок. Конечно, присмотрю. Я скоро. Хорошо. Ну что, Джонни, как дела? Ну вот, можешь поиграть тут. Тебе удобно? Все хорошо? Ну вот и славно. Что будем делать с этим бледнолицем, Красный Орел? Да, скажи нам, Красный Орел. Сперва остановим машину и схватим его. А потом? Привяжем его к столбу. А потом сожжем его. Да, хорошенько поджарим. Ничего не выйдет. Кто это сказал? Я. Почему это не выйдет? Кто-нибудь помешает в последний момент. Так всегда бывает. Верно. А ты что скажешь, Красный Орел? Привяжем его и снимем скальп. По-настоящему? Конечно. Так нельзя. Сперва надо исполнить пляску войны. Так, ладно. Запомните храбрые войны. Нельзя снимать скальп без пляски войны. Он прав, Красный Орел. Но мы же должны снять скальп. Тогда сперва надо исполнить пляску войны. Ты знаешь пляску войны, Красный Орел? Конечно. Не пойдет. Нужно еще петь. А, нужно петь. Ладно, будем петь. Ты с барабаном. Задавай мне ритм. Бом-бом-бом-бом-бом. А ты пой. Мы хотим вампум. Мы хотим вампум. А ты подпевай, мы хотим вампум. Мы хотим вампум. Мы снимем скальп-пум. Мы снимем скальп-пум. Мы снимем скальп-пум. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Барнаби, скажи что-нибудь милый. О, милый мой! Оператор, вызовите такси, пожалуйста. 16-06, Енк-Райтс. Срочно пришлите такси, спасибо, дорогой. Барнаби? Барнаби? Ты хочешь сказать мне что-то? Поговори со мной. Барнаби, я твоя жена. Ответь мне! О, мой бедный муж, что-то с собой сделал. Прошу вас, быстрее. Да, мэм. Сюда, мистер. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. А почему миссис Фултон сказала мне подождать здесь? Она этого не говорила. А мистер Фултон здесь? В смысле, у себя? Может быть. А, вот оно что, понятно. Мистер, вы поиграете с нами? Нам нужен высокий человек для майского дерева. Извините, мне некогда. Вы не любите детей? Конечно, люблю. Почему тогда вы такой сердитый? Вовсе нет. Не хотите нам помочь? Конечно, хочу. Тогда изобразите майское дерево. Хорошо, но с условием, что вы позовете миссис Фултон. Хорошо. Спасибо вам, мистер. Идите сюда, встаньте к дереву и держите повыше. Хорошо. Вот так. Давайте. Ты же обещал позвать миссис Фултон. Можно посмотреть минутку? Ну, ты же обещал мне. А что ей сказать? Что я приехал. Подождите, слишком туго. Я не могу двигаться. Подождите. Можешь выходить, красный орел. Ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Фултон, ты что, совсем рехнулся? Миссис Фултон, вам сообщение. Мне некогда. Мистер Оксли хотел. Я тоже хочу его увидеть. О, мисс Лорел. Ради бога. Мистер Оксли, вы должны что-то сделать с Барнаби. Не нервничайте, моя девочка. Выпейте газировки. Ламонад или пицца канди? Хватит. Действие уже прошло. Я уже не девочка. Умоляю. Что с Барнаби? Что он еще натворил? Верните мне его. Я и так ищу его повсюду. Мы делаем все, что можем. Вы знаете, где он? Да вот же он. На руках у меня. Перестаньте, не плачьте. Вы же жена великого ученого. О, бедный Барнаби. Он же был гением. А посмотрите, что с ним теперь. Какое милое дитя. Это ваш? Конечно, мой. А я не знал, что у вас есть дети. Мистер Оксли. Но это Барнаби. Что? Я же пытаюсь вам объяснить. Это мой муж. Как? Этот препарат оказал такое воздействие? Да. Невероятно. Сделайте же что-нибудь. Черт возьми. Оксли говорит. Да, Оливер. Готовься к сюрпризу, Джей. Препарат Фунтвена превратил его в младенца. И что, в полного идиота? Нет, ребенка. Младенец 60 сантиметров роста. Что за ерунда, Оливер? Я не шучу. Вот он, передо мной. Вы уверены? Нужно найти противоядие. Но мы не можем, не зная формулы препарата. Выпытайте эту Фунтвена. Он же у вас. Ну так идите сюда и помогите. Хорошо, нам нужно узнать. Тише. Он пытается что-то сказать. Что ты хочешь сказать, дорогой? Давай же, скажи мне. Ну, постарайся. Дайте, я с ним поговорю. Барнаби, я буду говорить медленно, чтобы вы все поняли. Мы сделаем все, что можем, но вы должны помочь нам. Вы понимаете меня? Барнаби, послушай нас. Постарайся. Вот что может помочь. Память возвращается к нему. Раньше он не хотел брать это. А теперь берет. Барнаби, мы не можем найти противоядие, не зная формулы. Не пугайте его. Я и не думал. Он опять темнит. Барнаби, вы солгали нам насчет ингредиента. Что же это было? Мистер Оксли. Он не может говорить. Что же делать? Ждать, пока он вырастет? Я к тому времени уже умру. А когда ему будет 20, сколько же будет мне? Об этом ребенке вы говорили? Да, Диджей. Это мистер Фултон. Повежливее с моим мужем. Не обвиняйте во всем нашу компанию. Перестаньте. Я пришла сюда за помощью. Джером, вы же его коллега. Вы не можете найти противоядие. Я предупреждал его. Я знал, что до науки нет границ. Абсурд. Да никакой это не Фултон. Неужели я не узнаю моего мужа? Смотрите, что вы наделали. Он плачет. Не плачь, дорогой, не плачь. Может, он хочет поспать? Да, точно. Поспать. Значит, воздействие кончается. Может, поспит и станет нормальным? У меня так и было. О, Боже. Куда вы его несете? В его лабораторию. Пусть поспит немножко на своей кушетке, как у себя дома. Смотри. Атас, копы! Мистер Рокслей, это все, все, что я нашла. Отдайте миссис Фултон. Миссис Фултон, это подойдет? Да, спасибо. Такой милый. Мисс Лорел. Уберите руки от него, пожалуйста. Я просто... Он такой беззащитный. Не трогайте его, пусть поспит. Хорошо, мэм. Хорошо. Он уже не хочет спать. Можете снять эту рубашку? Пожалуйста, потише. Пусть он заснет. Вчера после приема препарата он заснул. И проснулся уже нормальным. И сейчас пусть поспит. А я иногда считаю овец. Едва ли он сможет считать. О! Я знаю, что делать. Слушай, Барнаби. Мы, бедные овечки, плутаем мы в лесу. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Глупая песня. Мы, черные овечки, гуляем мы в лесу. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Господи, это ожидание меня утомило. Мне нужно что-нибудь выпить. У вас есть, доктор? Я не пью, мистер Роксли. Я не спрашивал об этом. У вас есть что-нибудь выпить? Только если для медицинских целей. Ладно, несите. Хорошая идея, Оливер. Я принесу стакан и немного воды. Да, немного разбавим. Выпейте с нами, миссис Фултон? Нет, спасибо. Если капельку, то врачи рекомендуют. Разбавить? Спасибо. Ну вот. Да, вот так. Так. Вкус какой-то горьковатый. Да, странный. Вылейте, пока кто-нибудь еще это не выпил. Такую воду пить нельзя. И промыть весь кулер хорошенько после этого. Хорошо. Хорошо. А ты кто? Ну, не важно. Подвиньте, приятель. Умираю, хочу спать. Только без фамильярности. Лег, так спи. Всё. 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 Субтитры сделал DimaTorzok О, Барнаби, дорогой! Ой, Двина! Я думала, что потеряла тебя. А теперь вас у меня двое. В каком смысле двое? Где мои очки? Я ничего не вижу. Очки. Вот они, дорогой. Дорогой, как ты? Спасибо, в порядке. Вот они. Кто это? Я думала, это ты. Как это я? Это младенец. Я принесла тебя сюда младенцем. Это невозможно. Ты ничего не помнишь? Помню последнее, что я сделал. Это скальпировал Хэнка Энтуйства. Барнаби! Что это? Не знаю. Лучше вернуть его. Да уж. Иди сюда, малыш. Знаешь, надо найти его родителей. Это точно. Доктор Фултон, слава богу. Что происходит? Они выпили его. Он был в воде. То есть... Обезьяна смешала его. Вот я тебя поймаю. Я могу сделать обезьяну из Рудольфа. Ну, погоди. Ну, погоди. Горячая вода. Нечестно. Привет, Барнаби. Как ты, старина? Я знал, что ты вернешься. Вот ваш контракт. Он подписан. Вы гений, старина. Я тебе покажу. Это же пожарный шланг. Что за шумки? О, миссис Лорел. Заходите к нам. Заходите. Вот. Это он со мной такое сделал. Мисс Роксли, не брызгайтесь, пожалуйста. Не надо. Барнаби, ты слышишь меня? Да, дорогая. Я тут подумала. Я тоже начинаю думать. И если бы мне предложили снова пережить эти три дня, я думаю, что бы я решила. И что же? Говори. Мы получили контракт, испытали массу эмоций, и сегодня пойдем повеселимся вдвоем. Забавно. Что ты там говоришь такое? Да так, я про себя. Я просто думала о тебе, дорогой. Расскажи, мне интересно. Ты не расстроился, узнав, что эта Эстер изобрела состав. Подтяжки красивее выглядят на плечах. Надо же, секрет молодости в голове у шимпанзе. Ты думаешь, сможешь повторить это? Не знаю, Эстер очень потрудилась. Дорогой, а почему ты не расстроился? Ну, я нашел новую формулу. Барнаби, опять ты за свое. Мне нравится твое платье. Правда? Да. Ладно. Так что там с новой формулой? Она не продается ни в таблетках, ни в пузырьках. Мы стареем только, когда забываем, что мы молоды. Продолжай, Барнаби. Это секрет, который у нас в сердце. Блеск в глазах. Человек, которого мы держим в объятиях. Боже мой, как я горжусь тобой. Иди ко мне. Тебе нравится моя формула? Она очень волнует, правда ведь? Да, мне она очень понравилась. Насколько ты нам заказала столик? Конец фильма Конец фильма Конец фильма Конец фильма Конец фильма